ребят всем привет скоро новый год всех наступающим и сегодня мы попробуем с вами воскресить вот такую штучку назывался на егошка свое время у нее короче в этом картридже вата стала просто деревянный ну то бишь вы же не будете парить опилки правильно давайте мы с вами поэтому попробуем что-то с этим сделать раскручиваем ее снимаем заглушку аккуратно расшатывающим движением снимаем колпачок вот этот и просто скручиваем основной испарик вот у нас выглядит вот ведь чего-то просто стала деревянной так что мы делаем сверху мы просто снимаем тут идет просто свой ваты на ножки паука похож и внутри вот у нас испаритель сам стоит что мы с ним делаем можно принципе попробовать просто вытащить вату его прожечь можно намотать новый попробуем намотать новый потому что спарить старый это сами знаете такое себе вытаскиваем нижний пин и вот видим нас две ножки 1 идет на плюс 2 на минус на сам корпус вытаскиваем уплотнитель аккуратно его снимаем оттуда и теперь вытаскиваем остатки это наш куэл как раз сам вот он сами видите такое мне кажется уже не покуришь вот что мы делаем в принципе в принципе можно просто прожечь его зажигалкой и посменить ватку вот эту на другую сейчас попробуем это и сделать так выковыриваем эту вату оттуда старую очень аккуратно чтобы вниз не сломать койл прям супер аккуратно надо я вам как-то вытащить оттуда я думаю наверно знаете что мы сделаем и просто его сейчас прогреем его то сама там сгорит так наверно даже проще будет по-любому так смотрим что у нас получается знаете когда хорошего туда она даже даже знаете что даже не горит поэтому я наверно советую даже вам просто ее оставить сейчас мы так прогреем до конца нашу наш койл испаритель ну койл испаритель там без разницы вот огнем его прокалим прям до красна прогреваем его и все и собственно останется просто промокнуть в воде вату и просушить промокнули мы значит одну и вторую часть воды наши кусочки промоченные я вам советую лучше все таки их вытащить оттуда промыть разжечь над огнем так как они не горят то это самое наверное идеальное которое можно туда засунуть лучше их просто до вытащите промойте и по новой обратно вставьте да и все нужно делать аккуратно потому что она блин супер маленькая фигня это супер маленький койл прокручивающим движением засовываете туда вот эту очень аккуратно засовываем сам глашу койл был чистый все равно соль будете на нем парить правильно как я понимаю вот поэтому просто этот аккуратно просовываем все просунули его сверху в принципе в принципе да наверно тоже мы так сделаем и все теперь аккуратно ставим обратно ножки подгибаем чуть-чуть нам немножко подгибаем ножки и вставляем как она у нас была и сна там внутри помогаем тоже чтобы ножки все туда ушли стали вот все ставим на место где плюшку это вот у нас ножки внутри оказались и собираем в обратной последовательности его чтобы один контакт вышел наверх один был внутри у нас вот они все делаем аккуратно очень аккуратно потому что он может в любой момент сломаться такая штука геморройная я вам говорю все аккуратненько вставляем одно мы установили будем ставить вторую все вот у нас один контакт получился снаружи один внутри и теперь закрываем вторым тоже аккуратно прокручивающим движением все установили смотрим что у нас там внутри творится из нужно поправляем чуть-чуть ватку где надо проталкиваем чуть-чуть поел из над чуть поднимаем пинцетом обязательно не ножницами ничем поправляем его так чтобы он стоял ровно вот и ставим вторую часть ваты как она была так вот сюда ее поправили немножко все закрыли жестяной частью вот ничком и уплотнитель все обратно ставим закручиваем лишние какие торчащие части можно чуть прям подрезать чтобы было эстетично немножко подрезаем укорачиваем где надо так ну и собственно все вот у нас что получилось мы можно сказать дали вторую жизнь теперь просто заливаем жидкость заливаем сюда жидкость закрываем его и и все и можно парить все всем спасибо за просмотр всех еще раз наступающим жду от вас лайка подписки всем удачи всем пока